Привет, друзья! Это канал Music Market. Меня зовут Иван Захаренко. Близится начало учебного года, поэтому сегодня мы решили сделать обзор на классические гитары начального уровня, которые пользуются большой популярностью среди учащихся и преподавателей музыкальных школ. Готовы? Поехали! Итак, для видео мы выбрали 4 гитары от корейской компании Kord, которая широко известна по всему миру среди музыкантов. Инструменты этого бренда уже не раз фигурировали в наших обзорах, и это не случайно, ведь эти инструменты по-настоящему заслуживают внимания. Итак, модели AC100, AC100DX и AC120 выполнены из одинаковых материалов. Верхняя дека у этих гитар сделана из ели, обечайка, задняя дека и гриф выполнены из махагони, а накладка на гриф сделана из меркбау. Верхняя дека гитары модель AC200 сделана из массива ели, обечайка, задняя дека и гриф также выполнены из махагони, а накладка на гриф из ованкова. По сути, вот этот инструмент является одним из самых бюджетных инструментов с верхней декой из массива, и вообще сам по себе инструмент сделан очень качественно, чуть позже мы послушаем, как звучит эта гитара. Что касается первых трех гитар, то возникает вполне очевидный вопрос, если они сделаны из одинаковых материалов, тогда в чем, собственно, разница? Давайте разбираться. Итак, гитары AC100 и AC100DX имеют отделку Open Pore, которая оставляет поры древесины открытыми и позволяет ей лучше резонировать. Особенностью же гитары AC100DX является наличие анкерного стержня, что вообще для классической гитары является большой редкостью, очень редко, когда в классиках есть анкерный стержень. Он проходит через весь гриф и позволяет отрегулировать прогиб грифа в случае необходимости. А такая необходимость вполне может возникнуть, особенно в наших широтах, особенно в отопительный сезон, при перепадах температуры, при неправильном хранении инструмента, возле батареи, например, гриф гитары может повести, соответственно, начнут потрескивать определенные лады. В гитаре же AC100DX такой проблемы, скорее всего, не возникнет, а даже если и возникнет, то вам не придется платить мастеру за дорогостоящий ремонт, а прогиб грифа гитары можно отрегулировать самостоятельно. Гитара AC120 схожа с младшими моделями, но отличаются улучшенной фурнитурой и глянцевым покрытием корпуса. Модель AC200 с верхней декой из массива ели также может похвастаться улучшенной фурнитурой, отделкой open core, и, кстати, вся она очень приятная на ощупь, матовая со всех сторон. И совсем забыл сказать, что на всех струнах изначально установлены очень хорошие французские струны Savare или Savares, поэтому давайте же, наконец, послушаем, как звучат наши сегодняшние инструменты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, друзья, вот так вот звучат наши гитары модели AC100, AC100DX, AC120 и AC200. Подводя небольшой итог, скажу, что инструменты очень хорошо справляются со своими задачами, учитывая небольшой бюджет и начальный уровень для новичков, для начинающих, эти инструменты отлично подходят. AC100 и AC100DX в силу своей матовости, а вернее покрытия OpenPo звучат достаточно глубоко и в целом мне лично нравится, как звучат гитары с матовым покрытием OpenPo. Глянцевая AC120 звучит соответствующе более так традиционно, как звучит классическая гитара на записях, поэтому, возможно, вы являетесь приверженцем именно такого звучания, поэтому выбирайте ее. Ну и бесспорно, модель AC200 выделяется среди прочих в плане звучания, да и в целом в плане материалов использованных, определенно звучит намного ярче, интереснее, ну просто за счет массива. Верхние деки сделаны из массива, поэтому, естественно, если вы стремитесь сразу же начать с хорошего инструмента, свои занятия на гитаре, поэтому этот инструмент определенно будет очень хорошим выбором. Друзья, на сегодня это все, спасибо, что досмотрели это видео до конца, меня зовут Иван Захаренко, это канал Music Market, всем хороших гитар, хорошей музыки, увидимся с вами в следующих видео на канале Music Market. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok